Новосибирск 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 Подобных инструментов в Советском Союзе тогда у нас не было. У нас были только современные инструменты, сделанные в ГДР, которые являлись очень усовремененными копиями и нельзя было назвать даже правильными инструментами. Но вся страна играла на Лендхольмах, Аммерах и Тирбахах или Нойпертах того времени. Честно говоря, это так не секрет, чего только не делали музыканты, чтобы добиться, скажем, клавесинного звучания. Под струны рояля подкладывались бумажки, копейки, что-то еще. Они там бряцали. В общем, все получали удовольствие. Это было какое-то синтетическое удовольствие. И вот эти первые клавесины, мало того, что они были на вес золота, они были очень большой редкостью. В Новосибирске таких было, по-моему, два инструмента. Один в консерватории, а второй в симфоническом оркестре. Он пришел в симфонический оркестр филармонии. И подход к ним, он был запретен, потому что, ну, если инструмент супердорогой, суперредкий, неужели мы позволим каждому, любому музыканту, касаться этой вещи? А то, что касаться хотелось, это точно. Мы тогда, тронувши клавесин, мы попадали в эпоху, там, трехсотлетней давности. Мы начинали чувствовать себя современниками Агана Себастьяна Баха, Генделя, там, Скарлатти и так далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он обязательно был частью декора, он был частью семейного дизайна. И крышка клавесина, мы это позже потом поняли и с удовольствием это приняли, она является вот частью вот того самого духовного богатства или атмосферы духовной, которая царила в семье. Поэтому, как правило, там не бывает на клавесинных крышках батальных сцен. Там бывают любовные сцены, там бывают постарали обязательно, там бывают пейзажи. То есть то, что рождает ощущение некой гармонии, уюта, красоты, покоя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У меня зародилась мечта привезти в наш город все старинные инструменты, которые существуют. Но это, конечно, мне казалось, мечта неизбыточная. Но вот прошло четверть века, и сегодня ансамбль Инсула Магика насчитывает более 50 инструментов, которые являются копиями старинных инструментов. Но прежде чем приобрести эти инструменты, конечно, мне пришлось очень много путешествовать, смотреть, слушать инструменты, выбирать мастеров. И мы остановили свой выбор именно на голландских мастерах. Голландских мастерах-наследниках традиции знаменитой династии Рюкерсов, которых, наверное, можно сравнить со Страдивари. И вот совсем недавно наша мечта сбылась, и у нас в городе появилось два отличных инструмента голландского мастера Фредда Беттенхаузена. Фред Беттенхаузен, по слухам его коллег и музыкантов, играющих на его инструментах, он владеет этими секретами династии Рюкерсов, и поэтому его инструменты имеют замечательный звук и очень приятный тон. И вот однажды я посетил город Харлем, посетил мастерскую Фредда, и я совершенно был очарован его инструментами, которых у него огромное количество в ателье. Мне очень понравилось то, что у мастера, который делает инструменты, все время звучала музыка, музыка Иоганна Себастьяна Баха. И это, наверное, тоже очень важно для того, чтобы вселить душу в этот музыкальный деревянный инструмент. Он сам заготавливает дерево, ездит по странам мира. Он был в Бразилии, был во многих экваториальных странах, где растут ценные сорта дерева. Он сам выбирал эти деревья, привозил их в Голландию, и своими руками сделал этот инструмент от начала до самого конца. И, безусловно, это огромная культурная ценность, которую трудно даже с чем-то сравнить в нашем городе. Но, конечно, инструменты не могли появиться на пустом месте, и сами по себе они тоже ничего не значат, если нет человека, который мог бы почувствовать этот инструмент, понять его душу, научиться на нем играть, и более того, посвятить всю свою жизнь и карьеру освоению этого инструмента. И вот у нас в Новосибирске появился исполнитель, который взял на себя такую миссию. Это солистка нашего ансамбля Анна Недоспасова. Вот на протяжении тех десяти лет, которые мне довелось работать в ансамбле с таким замечательным названием, как Инсула Магика, что в переводе означает «Волшебный остров», с нами происходит очень много волшебных вещей, и со мной в частности. Например, одно из таких волшебств – это случай, который я сейчас расскажу. Я смотрела передачу по телевидению о фестивале в Уртректе «Голландский город», в котором проходят фестивали старинной музыки, и ежегодно там проходят выставки музыкальных инструментов, копий старинных инструментов. Я вижу замечательный, красивейший голландский инструмент. выступает клавесинистка Татьяна Логинова, рассказывает о том, что эти инструменты делает ее муж Фред Беттенхаузен. Крупным планом я вижу великолепный с росписью инструмент. И так мечтаю, наверное, о том, что вот было бы здорово, если бы такой инструмент появился у меня. А потом совершилось маленькое чудо, когда ансамбль «Инсула Магика» показал нам очень красивый, можно я буду оперировать красками, красный, красный клавесин. Это было чудо, о котором можно было действительно только мечтать. И поскольку этот клавесин был, так сказать, изобретением, в кавычках, и приобретением «Инсула Магика», то в основном он, в общем-то, использовался в программах этого ансамбля, которые нам показывали различные страницы из прошлого музыки. Ну, а следующий этап, он был, знаете, вот «Пикассо» из голубой, розовый, а у нас, значит, клавесинный этап был первый красный, а потом был зеленый. Зеленый появился, когда голландский, чудо-голландский клавесин приехал к нам, тоже благодаря инициативе Аркадия Бурханова, но это был уже не только инструмент «Инсула Магика», это филармонический инструмент. Практически ничего не зная об игре на клавесине, я взялась играть клавесинную музыку. Меня очень это притягивало и казалось чрезвычайно интересным, но, как выяснилось позже, фортепианное образование, высшее фортепианное образование мне не помогало найти правильный подход к инструменту. И вот благодаря нашим стараниям совершилось еще одно чудо, то, что Анна смогла получить профессиональное образование по специальности клавесин в Российской консерватории в городе Казани. На сегодня это уникальный случай, потому что такой специальности нет в реестре советских вузов. Их не было в советское время и до сих пор нет, и вряд ли когда-то еще появятся. С его стороны было очень правильным, как сейчас я уже понимаю, начать заниматься со мной, держа в руках лютню. Так и начинались наши занятия. Я сижу за спинетом, напротив меня сидит Аркадий с лютней и объясняет, показывает, играет на лютне, и объясняю, что такое природа щипкового звука. Ведь принцип звукоизвлечения клавесина заключается в том, что маленькая деревянная палочка, которую называют прыгун или джек, в ней есть крошечная белая пёрышка. Пёрышком этот язычок называется потому, что раньше его делали из острого вороньего пера. Эта крошечная пёрышка щиплет струну, и от этого получается совершенно волшебный серебряный звук у клавесина. Кроме этих замечательных клавесинов, у нас есть и не менее интересные маленькие. Наш итальянский спинет – это копия спинета 1532 года из Музея музыки Санкт-Петербурга. А клавикорт совсем недавно нам подарил Кристофер Стембридж. У нас было маленькое чудо, когда мы пригласили Алексея Любимова на презентацию этого инструмента. И с одной стороны и Любимов – это чудо, так сказать, как говорится, без сомнения, и то, что он играл на нашем инструменте. Хочется действительно поделиться сокровищами и красотами, которые есть в нашем распоряжении. Представить искусство прошлого живым, интересным, поскольку оно так или иначе отражает и нас, как исполнителей, которые играют эту музыку сейчас, в 21 веке. Иметь инструмент, который является, по сути дела, аналогом, реальным аналогом инструмента, на котором играли в эпоху Иоганна Себастьяна Баха, это значит людей придвигать к этой эпохе и приближать их к пониманию того, как люди жили, как они чувствовали, какими они были, и понимать, что, может быть, люди не очень изменились за это время, несмотря на все достижения прогресса, науки, техники, изменения внешнего вида, обстоятельств и так далее. И поэтому без этих клавишных инструментов, без клавесины, жизнь наша филармоническая, не только наша музыкантская, профессиональная, но и публики, она была бы намного более тусклой, она была бы скучной, она была бы не столь представительной. И я бы сказал, что это настоящее, реальное, духовное богатство, эти инструменты. И мы с удовольствием им делимся, с теми, кто к нам приходит, и в этом особый смысл и прелесть их существования. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok